здравствуйте приветствую себя на канале в этом видео мы будем создавать модель вот такой вот фляжки либо можно назвать это бутылка для шампуня но с такими вот вмятинами и переходами и так приступим давайте создадим эскиз так на видео сверху я создам прямоугольник так пусть будет здесь 60 например так есть на поменьше и далее с помощью сплайна соединю вот эти две точки и нажму ok далее подвину эти ползуночки с помощью инструмента создания задания скажем так так сделаю этот ползунок горизонтальным на этот вертикальным немножко его так подкорректируем и теперь создам копию зеркального в этом направлении так теперь создам зеркальное отображение в это направлении и нажму ok finish sketch далее на видео спереди создам еще один эскиз просто линию из центра и так привязки не не появляется поэтому я использую клавишу p и используем проекцию далее я применяю сплайн и как-то по трем точкам я создаю вот такую вот кривую так сюда придам хотя на самом деле даже можно сделать ее немножко расширяющийся от низу пусть будет вот такая форма приблизительно далее перехожу в серфис и выбираю sweep sweep and guide rail выбираю собственно эскиз выбираю значит профиль и выбираем guide rail получается вот такой вот объем нажима ok можно добавить 2 rail на вид сбоку точно так же как этот эскиз сделать его в этом направлении и скажем сделать более скажем сложную форму далее с помощью инструмента патч я закрою нижние отверстия все это выберу и нажму ok то есть я сшил теперь у меня такое дно есть нажму клавишу f английской раскладки и задам скругление так 5 давайте 6 будет и нажму ok далее на виде снизу я создам эскиз клавиша по английской и нажму ok далее инструмент offset применим и например внутрь на 10 миллиметров нажму ok финиш скетч сделаю сплит фейс с помощью вот этого эскиза нажму ok данные элемент я удалю этот фейсик я подниму наверх ну скажем на 5 миллиметров нажму ok вызову инструмент лофт так кликну раз поверхность и вот эти четыре так нет так не получается это так раз поверхность и нажму плюсик и выберу вот эти вот ребра так получается на 2 2 профиль это у меня внешний контуром попробуем поиграться здесь кривизной г-1 и по внутреннему г-1 так г-0 а если здесь г-2 ну в принципе как-то да здесь это все получается создать такой переход плавники более-менее с помощью stitch сейчас я все это сошью одна поверхность давайте посмотрим на секционный анализ так не та плоскость вот это окей то есть тут у меня сейчас вот такой вот резкий переход нажму f клавишу попробую сделать здесь круглением радиусом 5 миллиметров так 3 так денечка так если десяточка нет десяточка действительно уже не получается только единица поэтому я предлагаю перейти все-таки нет эскиз так эти скетч и сделать здесь не десятку а например шестерку нажму финиш скетч посмотрим чтобы это перестроению ну да эти два элемента выпадают и серфисе сделаю лофт попробую просто оставить здесь г-1 нажму окей стич на кей попробую теперь принять инструмент филипт например 3 миллиметра да вот теперь филипт получается сделать ладно ставим 3 миллиметра да иногда можете подвисать возможно стоит филипт делать уже после того как создадите толщину после операции тыки на толщине но можно нарваться на такой неприятный момент когда вроде моделька уже сделана сформирована и какой-нибудь один филит но вот не захочет он вставать на уже твердом теле поэтому возможно стоит проверять его именно поверхностях но здесь делается это гораздо больше так вот отвисли получилось создать вот такой элемент снизу давайте создам теперь offset plane от центра и где-то ну так создам на нем эскиз нажму клавишу p только выделю все вот это тело это все это поверхность нажму offset и смещу так почему-то он пропадает у меня здесь половинка странно так так что тут с этим нижним нишки ч так клавиша p ну не знаю почему то вот не хочет этот элемент проект проецироваться ну ладно че страшного выберу offset что сетно вот это все внутрь скажем на 15 и нажму enter выберу 3 это все обрежу так посмотрим можно здесь применить филит нет здесь он не дает создать филит ночью страшно мы создадим в surface extrude таким образом с помощью клавиши f я задам здесь округление так здесь например десяточку так и здесь выберу инструмент mirror скопирую все это окей и сошью далее выберу инструмент так инструмент offset и смещу все это внутрь например на минус 6 нажму окей выберу инструмент split face хотя даже лучше выберу split body и разрежу этой поверхностью split body и так больше галочку extend ставлю так вот эти под девяточки убираю то есть двух сторон мы теперь наблюдаем вот такие вот особенности я тебе предлагаю данный элемент удалить и с помощью инструмента move например на переместимся все это минус 2 окей так опять move выберу здесь rotate и попробуем все это так а здесь к сожалению у меня либо нужно создать какое-то ребро например относительно которого вращать либо а я создам вращение вокруг а вот оси значит x пусть будет минус 2 нажму окей то есть 2 и минус 2 удаляем с этой стороны выберем с этой стороны выберем этот фейс так move and copy выберу здесь type move и перемещу на ну пусть будет тоже двоечка здесь нажму окей а что теперь буду делать все вызову инструмент loft так и с зажатым шифтом хотя на самом деле в данном случае ничего зажимать не нужно прокликаем эту часть плюсик и буду да сейчас будут ошибки сейчас надеюсь развернется поверхность да вот мы получили так посмотрим а получили у нас хотя бы g1 g1 так если line сделать здесь тоже но в принципе г1 не устраивает g2 скорее всего уже здесь не построится хотя и g2 построилась пусть будет g2 окей мир зеркально отображу все это вот в этом направлении хорошо но здесь точно так же прокликаем эти ребра так здесь меня не на продублировались поэтому аккуратненько нужно все это сделать и вторую часть то есть пока я не прокликаю весь контур вот он будет давать вот такое желтое самопересечение так посмотрим получится ли здесь сделать у меня g2 g2 ну да нажму окей зеркально отображу все это окей единственное что применю инструмент extrude наверное к этой части но миллиметров так на 10 нажму окей а и все это сошью и так получилось сшить здесь а и так получилось вот у нас создать такую поверхность здесь собственно с одной стороны эта поверхность вот этим краем вдавлена здесь она вдавлена целиком поэтому я предлагаю сделать split body и разрезать его длинный клик вот вот этой поверхностью пополам зачем ну да просто возьму эту часть смещу на какое-то расстояние и с помощью инструмента мира эту часть отображу зеркально сюда а эту сюда нажму окей и нажму стич а вот чуть-чуть повисел и получили две вот такие вот фляжки в принципе на самом деле не обязательно было делать offset по контуру всего это можно было сделать какой-нибудь хитрый лепесток один например второй повернуть его как-то внутрь например одним ребром и точно также сделать лофты на все стороны получить принципе таки достаточно интересные вмятины вот давайте посмотрим на так клавишу f нажму здесь филит например на пятерочку да получается ну здесь тоже пятерочка пусть будет далее инструмент утолщения и давайте только здесь показывать внутрь из one side значит минус один то есть пусть будет наружен так практически две минуты у меня ушло на создание утолщение для вот одной фляжки так сделал это для второй точно также и так в итоге получилось мне создать два вот таких вот сосуда здесь они отличаются немножко характером углубления здесь и собственно я повернул эту поверхность в этом месте то есть здесь утоплено больше это утоплено поверхность пропорционально то есть вот внутрь здесь к этому к этой поверхности я просто применил операцию фикин утолщения она получилась если посмотрите в таймлайн то вот с этим вот вторым телом у меня были некоторые приключения здесь я сделал значит offset фейс повторил все это потом сшил верхушку отдельно лофтами немножко не понял почему так происходит только как это то ли обновления какие-то новые то ли ошибки то есть вот раз на раз не приходится иногда есть ошибки то есть иногда применяешь инструмент stitch и вот в некоторых местах почему-то он заметил что не сшивает и возможно из-за этого как раз пришлось делать все по частям оффсетами и собственно поверхность восстанавливать по кусочкам тела снова по кусочкам ну вот в итоге получилось сделать а наверно в конце я еще добавлю с помощью пайпа вот в это место квадратный элемент размером так только не один а быть будет два миллиметра только не кат а не убади и нажму окей в принципе мы можем уже с помощью операции join его присоединить я же предлагаю просто немножко его переместить на миллиметр вниз и нажать окей окей и собственно уже вот к этим элементам можем добавить какое-то скругление так но опять нормально и сюда так единичка влезет и так получилось вот создать здесь вот такие элементы так отключу поверхность которая почему-то внутри оказалось всего этого создал с помощью пайпа вот такой здесь переходик достаточно быстро все это создается здесь уже не буду создавать принципе тот же самый давайте включу секционный анализ и посмотрим на то как здесь у нас выглядит сечение нашей бутылочки пожалуй на этом я данное видео закончу всем спасибо за внимание поддерживайте канал ставьте лайки до новых встреч 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 Продолжение следует...